и собственно мы сегодня говорим с вами о сериале текст реальность который с 3 июля появился видеосервис старт и доступен сейчас людям которые живут в европе и в америке благодаря картина тв и собственно первый мой вопрос очень простой как вы считаете если зритель не видел фильм текст можно ли смело начинать сериал ну сложно мне сказать наверное можно попробовать потому что всем привет спасибо за внимание и сейчас отвечу во первых смотрите можно попробовать потому что это немножко это другой подход к повествованию другой подход к ритму другая тщательность подробность поэтому мы пытались как раз именно создать не то чтобы это то же самое что фильм только длиннее мы попытались мы попытались и мне кажется у нас получилось сделать что-то другое другой 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 продукт из этого другое другое видео другой сериал назвать поэтому можно люди могут попробовать и дальше уже смотреть фильм обычно у всех многих зрителей будет наоборот те кто сначала видел фильм потом сериал ну может быть я буду очень рад отзывам от людей которые сначала посмотрят ничего не видев и не читав книгу сериал ну вот скажите а вы сначала прочитали книгу или сценарий потому что я знаю что сценарий также писал дмитрий глуховский у вас с ним была совместная работа вот как состоялось сначала я сначала прочитал сценарий мой продюсер эдуард илаян прислал него вместе с книгой сказал что вот книга вот сценарий уже написан самим автором книги и я к своему стыду дмитрий глуховского до этого не знал о чем каюсь и восполню пробел обязательно вот поэтому я начал ознакомление со сценарием и и дальше уже вы начали снимать художественный фильм не сериал нет смотрите в том то и дело что то что то что вы увидите это то что мы снимали как раз мы сняли именно это с этим как бы ощущением от повествования с таким ритмом с такой подробностью мы снимали это если так если хотите это некое изначальное видение этого материала потом мы поняли конечно же что да это работает мы собрали это в таком виде и понял что да это работает это невозможно выпустить в кинотеатр все-таки фильм был рассчитан на кинотеатральный показ на кино на зрителя который ходит в кино и мы хотели в кино поэтому стало понятно что четыре с половиной часа фильм быть не может кинотеатре и дальше началась история под названием монтаж именно фильма и мы думали что можно сократить где ускорить и так далее как но на самом деле мы придумали стиль монтажа как бы такого параллельного который позволял нам параллельно запускать очень многие линии там местами где-то пять линий параллельно даже идет и это позволило нам попасть в этот хронометраж там кино хронометраж фильм 2 15 что уже на грани для для такого кинотеатрального релиза и тем более для для такой драмы триллера поэтому нас получилось быть как бы в хронометраже 2 15 вот соответственно для того чтобы попасть в этот хронометраж нам пришлось половину этого материала оставить на монтажном столе то что называется вот поэтому как так процесс шоу в информационном поле очень много говорили про героиню асмусу героинковского и как я читала в как раз в сериале эта линия более расширена так ли это больше показаны эти герои о них истории да это так смотрите там сильно она больше больше сцен больше нюансов их отношений то что вот ну короче как в книге во многом все сцены в основном из них взяты из книги и поэтому для тех кому очень понравилась книга это будет более соответствовать тому что они читали именно в на самом деле давали очень много интервью и о тексте и дмитрий глуховский давал очень много я смотрела все практически ваши интервью и очень интересно вы рассказывали о том как вы подбирали героев для фильма и для сериала сейчас уже и конечно же многие читали что янковский должен был играть героя саша петрова саша должен был герой играть героинковского но для тех кто все-таки не знает расскажите вкратце может быть почему вы решили сделать такой обмен и насколько вы им довольны никогда не было такого что должен был ваня янковский играть главного героя это я это люди говорят что почему вот не наоборот у меня это никогда наоборот не было на самом деле то есть ваня янковский самого начала моего с ним знакомства и разговора про этот материал всегда как бы должен был играть именно эту роль которую в итоге сыграл поэтому дальше я в интервью и вообще говорил что в принципе такой обмен возможен если бы у меня было ну во-первых бюджет если бы у меня был я бы сделал бы версию наоборот чтобы существовало прям две версии вот такие версии фильмы есть сериала а хотите а есть такая версия тоже ну почему нет то есть и зритель выбирает сам сейчас же время экспериментов время какого-то поиска новых форматов вот это такое можно было бы попробовать новый формат где вдруг как бы человек посмотрела теперь как бы давайте поменяем их местами он включил там другую версию а сейчас вот так вот и он сидит смотрит и в том итоге он сам там решает пока ему больше понравилось если у меня был бюджет я бы может быть так и сделал бы в чуне никто так никогда не делал в истории кино и такого не было поэтому конечно у меня как у моя экспериментатор ская натура она в эту сторону думала и мечтала об этом я знаю что бюджет был действительно небольшой там по разным оценкам 70 до 80 миллионов рублей что действительно немного для съемок 75 да я знаю что вы на самом деле можно сказать из экономии заходили снимали в троллейбусах то есть не даже не в съемочных павильонах некоторые моменты а именно сами вот расскажите подробнее пожалуйста потому что как я понимаю в сериале еще больше таких съемок да 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 у нас никаких павильонов там вообще не было у нас все было в реальных условиях реальных обстоятельствах в реальных местах метро троллейбусы да это все без каких-то специальных перекрытий без специальных разрешений мы таким способом то что называется партизанского кинематографа забегали брали так сказать заставали всех врасплох включали камеру заранее ну естественно там петров знал что он должен делать все знали камера знал что она должна делать но как бы люди которые случайно находились в тех местах они становились участниками нашего фильма вот поэтому это из экономии да отсюда и появляется такое я смотрела когда фильм появляется такое ощущение что ты выходишься в некой игре и следуешь за героем как будто ты рядом вот этого дрожащая камера и так все кажется реальным реалистичным вот даже специально было решение так да конечно ну конечно да мы хотели зритель чтобы был абсолютно в шкуре главного героя все чувствовал то что он чувствует видел то что он видит получал ту информацию которую вот он вот здесь и сейчас получает и то есть это такое было rpg для зрителя чтобы найти как компьютерной игре когда ты ходишь за героем им управляешь вот здесь мы хотели такого же ощущения во многом создать я смотрел также в одном интервью что вы сказали что актеру должно быть не очень комфортно на площадке чтобы я не знаю вы имели ввиду текст конкретно или все фильмы чтобы он больше мог проникнуть видимо героем вот в этом фильме конкретно сашу петрову и ваненковскому например вы создавали какие-то такие условия специально некомфортные вы знаете в данном случае тут их комфортных очень мало было поэтому их специально создавать не надо было то есть они были реальные то есть нельзя сказать что не были комфортные и комфортные они были вот такие вот максимально приближенные к реальности это была задача это мы специально делали я не считаю что всегда во всех случаях актеру должно быть некомфортно на площадке это я наверное говорил про какие-то конкретные моменты в съемках а глобально нет все зависит от ситуации все зависит от задачи все зависит от сценария и истории которая должна разыгрываться и соответственно которую актеры должны погружаться все индивидуально от картины к картине вот я думаю что придется таким образом просто задать вопрос которые задают подписчики уже не первый раз и на этом увидим и будем с вами заканчивать а именно почему-то все спрашивают про второй сезон сериала нет второй сезона не будет я объясню это 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 история по сути это фильм который мы просто разделили на главы и вам он пред и зрителям он представлен в таком формате то есть условно говоря если вы хотите сделать перерыв то мы как бы сказать советуем вам что его можно сделать здесь по большому счету это можно смотреть и четыре с половиной часа и без и без прерыва но просто мы так решили что в сериальном формате сейчас привычно и зрителям ну там он сам решает сколько серий он хочет посмотреть и он не сам делает паузу мы как бы говорим ему если вы хотите прервать просмотр и возобновить его то вот здесь нормально будет это сделать здесь хорошее место то есть по сути это это поэтому второй сезон даже не будет история закончена никакого варианта для продолжения этой истории никто не представляет и автор сценария дмитрий глуховский я думаю тоже я поймёте ничего не знаю поделился поэтому я думаю что нет эта история вот в таком формате финальная финальная но тогда мы отправляемся к зрителям смотреть сериал текст реальность был с нами клим шипенко режиссер спасибо вам приятного просмотра спасибо приятного просмотра до свидания до свидания здарова ты мне стрелка как будто назад обратно тикала вспышку устроит краса на что надеялся я тебя так люблю насколько я вообще умею просто мне дико страшно не картинки видео текст такое время сериал текст реальность смотри в видеотеке старт картина тв